В Украине продолжается кровопролитная война. Почти месяц наши войны дают мощный отпор российским оккупантам. Вражеские войска несут огромные потери. Пока наши защитники и защитницы сражаются на передовой, мы должны обеспечить жизнь в столу. Каждый на своем месте. Наша обороноспособность напрямую зависит от экономики страны. Города и села должны возвращаться к активной жизни, если это возможно и безопасно. А значит, малый, средний и большой бизнес должны работать. Сегодня, благодаря президенту Украины, Владимиру Зеленскому, правительству и Верховной Раде, для этой работы созданы все условия. Хочу проинформировать о тех решениях, которые призваны в нынешних условиях помочь украинскому бизнесу. Программа «Доступные кредиты» 5,7,9%. Речь идет о кредите под 0% для любого бизнеса на протяжении действия военного положения, а также месяц после его завершения. После этого кредитная ставка составит 5%. Увеличена максимальная сумма кредита до 60 миллионов гривен. Следующий пункт – поддержка трудоустройства внутренних перемещенных лиц. 6,5 тысяч гривен получат работодатели на компенсацию зарплаты трудоустроенных внутренних перемещенных лиц на протяжении двух месяцев. Проверка бизнеса. Во время военного положения не будут проводиться плановые и внеплановые проверки. Это позволит обеспечить стабильную работу предприятия. Далее. Дерегуляция бизнеса. Начало и ведение бизнеса в Украине были упрощены. Отныне вместо получения разрешения или лицензии достаточно подать уведомление в декларацию, что предприятие отвечает всем требованиям в законе. Декларацию можно подать физически через СНАП или онлайн через единый государственный веб-портал электронных услуг. Приложение или портал ДИА. Следующий пункт – ЕПИТРЫНКО. Эта программа была расширена для того, чтобы помочь тем украинцам, которые оказались без работы и дохода из-за того, что в их регионах идут активные боевые действия. Наемные работники, за которых платится ЕСВ, а также ФОПы, все группы смогут получить одноразовую выплату от государства в размере 6,5 тысяч. Также государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие расходов, связанных с сведением сельскохозяйственной деятельностью, предприятиям с земельным банком до 10 тысяч гектаров. А еще аграриям будут предоставлены государственные гарантии на 80% суммы кредита. Уже начата работа по перемещению производственных мощностей предприятий с территории, где есть угроза боевых действий на безопасные территории. Подано тысяча заявок. Сегодня перемещены более 50, из которых 18 работают. Это лишь некоторые шаги власти, которые были сделаны для упрощения работы бизнеса. И я обращаюсь ко всем предпринимателям, которые работают в Одессе. Возвращайтесь к работе. Магазины, парикмахерские, кофейни, средние и большие предприятия должны работать. Отдельно хочу обратиться к адресинам. Пожалуйста, пользуйтесь услугами бизнеса. Это тоже важный вклад в восстановление экономики нашей страны. И вместе мы сильны. Вместе мы победим. Слава Украине!